Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тем временем» я, Александр Архенгельский. Тема сегодняшнего выпуска нашей программы – диссертация как способ научного саморазоблачения. Но прежде чем я начну дискуссию с моими уважаемыми собеседниками, давайте вместе с ними посмотрим сюжет. В середине февраля был уволен со своего поста руководитель высшей аттестационной комиссии Миноборнауки Феликс Шамхалов. Увольнению предшествовал громкий скандал с разоблачением фальшивых диссертаций. Ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов начал работу в должности главы ВАКа с того, что лишил научных степеней 11 фигурантов этого скандала и пообещал провести масштабную кампанию по перепроверке уже защищенных диссертаций. Все 11 липовых кандидатов и докторов наук защищали свои работы на кафедре Отечественной истории Государственного педагогического университета под руководством Александра Данилова. В некоторых диссертационных работах выявленный плагиат составлял 50-70% от общего объема текста, а порой доходило до 90. В списках публикаций значились несуществующие статьи, а в некоторых случаях были представлены фальшивые отзывы ведущей организации и подписи оппонентов. Конвейер фиктивных диссертаций безотказно работал не один год. Липовые доктора наук осуществляли научное руководство над следующими поколениями диссертантов. Тот же завкафедрой Данила входил в экспертный совет ВАК по истории. А затем начался шквал разоблачений. Одна за другой подвергаются общественной проверке диссертации, защищенной в последние годы, и многие не выдерживают испытания. Значит ли это, что рухнула сама система присуждения ученых званий? Ведь в Европе и в Америке вообще не существует аналогов ВАКа. Степени присуждают сами университеты и научные центры, обеспечивая их ценность своей репутацией. Правда, и там случается плагиат. Сможет ли российская система ученых званий вернуть себе уважение мирового сообщества после нанесенного репутационного ущерба? Об этом размышляют гости в студии программы «Тем временем». С удовольствием представляю моих собеседников. Александр Михайлович Абрамов, член-корреспондент Российской Академии образования. Здравствуйте. Сергей Юрьевич Рощин, экономист, проектор Высшей школы экономики. Здравствуйте. Добрый вечер. Игорь Игоревич Федюкин, заместитель министра образования Российской Федерации. Здравствуйте. Владимир Иванович Новиков, филолог, профессор МГУ. Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, декан факультета истории Высшей школы экономики. Здравствуйте. Михаил Сергеевич Гельфанд, профессор, доктор биологических наук и, как многие из вас, член общественного совета Минобранауки. Добрый день. Добрый день. Я, когда начался этот диссертационный скандал, поймал себя на мысли, что я страшно радуюсь, что защитился в 88-м году. Тогда по другим критериям диссертация могла быть совершенно ничтожная, потому что по истории партии какой-нибудь. Но по филологии, в общем, особенно по 19-м, трудно было, потому что вообще цена научного звания, она, мне кажется, просто не просто девальвирована, а после всего, что случилось, обрушилась. Я читаю, слежу внимательно за блогом известного издателя и журналиста Сергея Парховенко, который просто каждую неделю начинает показывать нам примеры с очередной списанной диссертации. И это идет как ком. Михаил Викторович, насколько я понимаю, началось с газеты «Троицкий вариант», когда там была помещена статья об Андрианове. Андрианов, особенно вам, наверное, это имя близко, поскольку вы из Калмогоровских. Да, но эта история началась не с «Троицкого варианта». История началась, когда выпускники, ну, члены клуба выпускников Калмогоровского интерната решили внимательно эту диссертацию прочитать. Это просто поняли зрителям, что внезапно был назначен молодой руководитель. Это бог с ним, господи. Да, и началось. Так вот, они ее прочитали, обнаружили там ссылки на его же собственные несуществующие публикации, отправили апелляцию в ВАГ. ВАГ по формальной причине отказался ее рассматривать, и вот тогда действительно в «Троицком варианте» это была не статья, это была просто сама апелляция, она была опубликована целиком как документ. А после этого это прочитали другие люди. Это был действительно такой вот первый камушек. Сделано было не нами, это, так сказать, мы просто были вот. Минобр, когда создал комиссию по диссертации? Комиссия была создана в самом конце ноября, и два месяца работала. Соответственно, за эти два месяца мы... Вот «Троицком» пишет все про 11 диссертацию, которые отменены, люди лишены ученых званий, и на этом точка. А с остальными что будет? Нет, ну, собственно, сейчас идет работа уже в таком рутинном режиме. Мы рассматриваем те остальные диссертации, которые были защищены в этом совете за последние три года. И мы методически одну за другой их рассматриваем. С одной стороны. А с другой стороны, конечно, понятно, что дело не сводится к этому одному совету. Мы внимательно смотрим очень на другие советы, по которым есть основания, как мы считаем, для подозрений. Мы несколько недель назад обнародовали список из 100 наиболее производительных советов в стране. То есть те советы, где защищаются по 50 и более диссертаций в год. Среди лидеров медики, стоматологи, есть и технари. Ну, действительно, гуманитария, общество веда, я бы сказал, именно общество веда даже в большей степени доминирует. К сожалению. И это, на самом деле, отражает ту тенденцию, которая у нас в последние два лет происходит. Когда, если общее число защиты у нас выросло порядка, примерно в два раза, с начала 90-х до нынешнего момента в год, то внутри этого общей совокупности, конечно, ситуация очень разная. Потому что если по естественным наукам, химии, физике, математика, число защиты практически стабильно, практически не изменилось, то по политическим наукам число защиты выросло примерно полусотни в начале 90-х в год, до четырех с лишним сотен сейчас. По экономике многократный рост дошел до того, что в 2008, если меня не изменяет память, это был пик, у нас каждая пятая кандидатская страна не защищалась по экономике. Ну, понятно, я думаю, всем, что, к сожалению... И один из питерских институтов, мне кажется, тот лидировал. Ну, действительно, очень много диссертаций защищаются в Финеке питерском. В бывшем Финеке? Ну, в бывшем, да. Сразу несколько диссоветов в Финеке вошли в этот перечень ведущих диссоветов. Опять же, хочу сказать, это не значит, что все эти диссоветы какие-то проблемные, что везде там есть нарушения, но просто нам кажется, что такая чрезмерная производительность, потому что, действительно, 50 диссертаций в год – это без каникул выходных по диссертации в неделю, в реальности по две, да, но так не бывает, да, значит, члены диссовета должны или все свое время тратить на чтение диссертаций, да, или не считать их вообще. – Правильно ли я понимаю, что сейчас срок давности по пересмотру итогов защиты – три года? – Три года, да. – Вот вы работаете с теми, кто защищался в эти три года, а что делать с теми, кто также Липова защищался до этого? Потом обсуждая с возврата срока 10 лет, да, а что делать с теми, кто ни туда, ни сюда не попадет? – Мне кажется, правильным на самом деле разделять две вещи. Признание диссертации Липовой и, так сказать, разжалование с срыванием погон. Это вообще, говоря, два разных процесса. – Одних погоны срываем, а других – на срывание погон может или быть, или не быть, я не знаю, это, так сказать, обсуждаемая вещь, но может быть установлен срок давности. А вот на признание самого факта, официальное признание, что да, это диссертация, там, Липова или защищена с нарушениями, вот на это, мне кажется, срок давности распространяется, вообще говоря, что нет. – В общем, может, абсолютно точно. – Ну, мне кажется, что есть на самом-то деле вопрос такой, что, да, существует срок давности, тот или иной, там, кто-то в него может не попасть, но, на самом деле, коллеги, для самих организаций, где работают те или иные люди, защитившиеся с защитными нарушениями, мне кажется, для них это не должно быть важно, да, они должны принимать решения, содержательные решения, да, по поводу того, хотят они или не хотят иметь такого преподавателя, вне зависимости от того, что сделает ВАГ, что делает министерство. – И хотят ли студенты поступать в такой ВАГ, где система... – Разумеется, разумеется, поэтому, действительно, очень... – Это, конечно. – Да, очень странно, когда некоторые организации, там, ВУЗы, институты на сообщения о таких вот очевидных нарушениях, очевидных квалификациях говорят, ну, вот мы подождем, когда ВАГ решит. Коллеги, вам не нужно ждать. – Как раз в ваших словах, так сказать, что вы входили в ту же комиссию, какой уходил Михаил, какую вы... – Вот в словах Игоря Игоревича, на мой взгляд, самое главное противоречие и таится. И оно заключается в том, что, с одной стороны, так сказать, лишает ВАГ, то есть государство, да, а с другой стороны, вы говорите, пусть научное сообщество, значит, само решит. Вот создана система, при которой все, что связано с присуждением ученых степеней, находится в руках государства, чего, на самом деле, нет практически нигде больше, кроме постсоветских стран. И в этой ситуации... – Это скандалы с плагиатом случаются, и там германские консиденты... – Да, и там, действительно, научное сообщество, как мы недавно это видели, например, в Германии, решает этот вопрос. – Это было условно так, но, опять же, мне кажется, что в любой ситуации у нас не будет такого, что все диссертации одинакового качества, да, везде диссертации лучше, везде диссертации худше. Если у человека есть диссертация, формально, да, это вовсе не обязательно означает, что данная организация должна его нанимать. – Абсолютно согласен, только с одной оговоркой, что все, кто имеет у нас ученые степени, приносят абсолютно одинаковые дипломы с гербом Российской Федерации. – Ну, там при этом написано... – Ну, у вас нужно делать, что всех надо нанимать, да? – Нет, нет, я прошу прощения. – Нет, там все-таки написано, какая организация присуждала степень. – А второе, что я хотел бы добавить, что есть еще более замечательный случай, потому что в числе вот этих вот 11, значит, чудесных, уже разжалованных векторов в данном случае, по-моему, наук... – Векторов? – Нет, но я говорю про конкретного доктора. Она продолжает преподавать. То есть сказали, что вот ее... Официально признано, что она списала свою диссертацию. Она продолжает преподавать студентам. Это в Стравопольском... – Она будет возвращать надбавки за степень... – Это хороший отдельный вопрос, но бог с ней даже, пусть она возвращает надбавки, но мне просто интересно, как она вот заходит в аудиторию и говорит, что списывать нехорошо. – Александр Иванович, я все-таки хотел бы обострить и ясно обозначить, какую задачу мы пытаемся здесь обсуждать. Вы одной из них, великую проблему вы уже назвали. Это колоссальные репутационные потери для научного сообщества. Но другой вопрос, что здесь есть и позитивный момент, что появилось понятие репутации. И вообще в общественном сознании стало очевидно, что с этим нужно бороться. Но есть одна гигантская государственная задача. Вся эта история продемонстрировала, что у нас в стране рухнула система воспроизводства научных кадров. Для того, чтобы ее восстанавливать, нужно в школу приводить другое состояние. В высшей школе мы признаем, что у нас много фальшивых дипломов. Потом эти слабые устники идут защищать диссертацию, и мы видим, что там происходит. Надо смотреть на эту проблему как угрозу национальной безопасности. Потому что совершенно понятно, что без развитой серьезной науки никакого будущего в стране нет. И, соответственно, ее нужно решать. Меня, на самом деле, напрягает то, что в последнее время все эти истории приведут скандальный характер, но я не вижу серьезных попыток изменения ситуации. До июня нам обещают создать новую структуру ВАК. Мы совершенно не очевидно должны рассочетовать ВАК. Для того, чтобы, если решать такую задачу, как создать систему, которая бы стимулировала настоящие работы, то тогда это другая постановка. Это то, о чем говорит Александр Борисович? Совсем не факт, что должен быть ВАК. Там очень много разных других мер. Ну, и к примеру. Понимаете, для начала нужно занять... Почему все это происходит? Потому что сначала появляется неквалифицированный или недобросовестный научный руководитель, который дает тему, совершенно не нужно. Потом на советах оппоненты являются, на самом деле, адвокатами, а советы таким очень доброжелательным судом. То есть всю систему нужно просматривать. Кроме того, есть, помимо липовых диссертаций, а это те диссертации, которые либо за деньги написаны, либо уворованы, существуют диссертации, и это больше опасность, которые я называю дубовыми. Это никакие диссертации. Диссертации, которые не содержат нового знания. Так что, понимаете, я убежден в том, что здесь нужно обсуждать не чисто формальные вопросы, а всю систему возрождения. Потому что у нас тратится десятки миллионов человек и часов на написание псевдоработ. Ну, какая может быть наука? Сергей Ильич про это нас написал, так что включается. Я бы хотел, коллеги, отметить, что на самом деле все то, что случилось, это хорошо. Потому что, может быть, впервые за последнее время запустились репутационные механизмы в академическом сообществе. На это ответил. Это тоже первый раз. Первый раз, по-нормально. Когда государство спокойно ответило на вызов в идущий снизу. Потому что, когда мы рассуждаем о том, как возможно должно быть, и насколько масштабно надо перестраивать, за этим нередко звучит, что будет перестройка какая-то, связанная опять с новыми институциональными, административными рамками. Но в конечном счете, какие бы ни были рамки, внутри находится то академическое сообщество, которое защищало эти диссертации, которое их оппонировало, которое руководило ими и так далее. Поэтому рамки рамками, но это вопрос внутренней репутации. И из этой ситуации, только за счет того, что мы изменим какую-то административную рамку, будет ВАК или не будет, или он будет по-другому, так просто ситуация не выйдет. Нужно стимулировать все то, что связано с академической репутацией. Тогда эти механизмы могут заработать. Как? Об этом уже коллеги начали отчасти говорить. То, что говорил Александр Борисович. Степень сейчас, конечно, пишется, где она защищена, но тем не менее у нас очень слабые механизмы репутации, ответственности за это. С точки зрения того, как защищается, где защищается. У нас нет степени имени, имени университета, как мы это видим во многих других странах, когда, по сути дела, это репутационный риск всей организации, которая сказывается на всех позициях организации. У нас есть организация, безусловно, университетская, качественная, признанная, авторитетная, но там защищались некоторые политики по философии. И началось это не сегодня, не вчера. По философии, по-моему. По философии. И по социологии тоже. А, и по философии на социологическом факультете. И по философии. Безусловно, но так это и есть вопрос репутации. Но обратите внимание, что вот упомянутый господин Андреянов, работавший в МГУ... Еще раз напомню зрителям, что это человек, который возглавлял Калмогоровскую... Но тот, кто впалил всю контору. Неосторожно. И оказался в автором фальшивой диссертации. Так вот, он ведь, работая в МГУ, не пошел защищаться на исторический факультет МГУ, по-видимому... И не пошел на химический факультет защищаться, химическая профессия. Он узнает, что там, так сказать, ему не удастся защитить ту диссертацию, которую он защитил в педуниверситете. И это имеет прямое отношение к тому, о чем вот сейчас Сергей Юрьевич сказал. Потому что сейчас звучат вот со стороны Филиппова, в частности, скажем, предложения ввести такое правило, чтобы люди защищались не там, где они учатся или работают. Ну, на мой взгляд, это совершенно вот абсурдная вещь. Ну, это как раньше в армии нужно было служить не в том городе, где ты родился, вырос. Обязательно надо в другую страну. Ну, Михаил Сергеевич, может, меня поправит. Среди тех вот десятков диссертаций, которые комиссия рассматривала, там абсолютно большинство было людей, которые как раз защищались не по месту учебы и работы. На самом деле, вопрос, который я как-то пытаюсь для себя понять. А что, действительно, никто не знал, что в Даниловском совете печется фальшак? Вот из историков. Вот как можно, там, годами причем, десятилетиями? Ну, поскольку это не только там делается, то, по-видимому, никто особо не удивлялся. Нет, ну, все-таки там эта степень халтурности была совсем запредельная. Одно дело просто переписать, а другое дело сочинить несуществующую статью. Нет, Тома Михаил Сергеевич, ну, конечно, я думаю, что ни для кого, там, трудно сказать, знали коллеги или не знали про данный конкретный совет, но, конечно, я думаю, ни для кого в профессиональном сообществе вся эта история не стала сюрпризом, потому что, действительно, вне зависимости от фальшивого или нет, да, но те вот дубовые диссертации, конечно, они, не имеющие никакой научной компоненты, конечно, они уносят массовый характер, да, и... Я тоже хотел, чтобы Владимир Иванович включился в разговор. Ага, да, я как и Александр Николаевич, вот после всех этих историй порадовался, что соискал ученые степени давно, и кандидатскую в МЛИ академическом, а докторскую в Московском университете, ну, 92-й год, уже время давнее, и о репутационном факторе я много думаю, и вот хочется в соответствии со своим профилем литературные некоторые примеры вспомнить. Во втором томе «Архипелага ГУЛАГ» среди каких-то выразительных, ужасных случаев автор Александр Солжинствен перечисляет тот факт, что доцент литературы стал блатным паханом в лагере, так? То есть настолько слово «доцент» было тогда сакрализовано, и я думаю, что не с советских времен, а еще с дореволюционных, потому что муж по прыгуньи Дымов, как мы помним, гордился тем, что получил приват-доцентуру по патологии. Кстати, я хотел сказать о проблеме за авторство, как было такое жаргонное слово. Вот у нас везде висят объявления, они выполняют рефераты, курсовые. Так, то есть криминальные по содержанию объявления совершенно спокойно фигурируют. Так, а что касается политиков? У них в какой-то степени за авторство системно. Мы знаем, что когда выступает политик, у него есть спичрайтеры, референты, интеллектуальную собственность которых он с полным правом присваивает. Но они, ну или когда они пишут мемуарные книги, ясно тоже, что ручкой по бумаге водил другой человек. Ну, наверное, нужны определенные ограничения для политического класса, для людей, занимающих определенные позиции, ограничивающие их возможность соискания. Ученых степеней. Я обращаю внимание, что на самом деле мы этим отчасти опять проблемам перекладываем куда-то от академического сообщества. То есть пусть будут ограничения, как мы не должны защищать каких-то сомнительных. Я обращаю внимание, что приходят и все к нам и защищают советы, которые якобы академически. Совершенно верно. Ну, это действительно интересный момент, потому что в ряде случаев, да, конечно, у политиков, каких-то чиновников, видимо, есть диссертации, которые никого содержания не имеют вообще, но есть совершенно очевидный ряд случаев, когда текст, да, написанный гос-райтерами, что совершенно нормально для политика, мог бы быть совершенно спокойно опубликован как публицистическая работа, да, и не было бы вопросов, да, зачем-то его несут защищаться. Гос-райтеры, не гос-райтеры. Если просто диссертация переписана, это значит, что его писатель сильно схалтурил, но там как бы те случаи, которые сейчас обсуждаются, это ведь не случай, когда за кого-то написали, это случай, когда просто, ну, действительно... Те, кто писал за кого-то, переписали у другого. Переписали у другого, да. Ну, Михаил Сергеевич, ну, абсолютно верно. Это, на самом деле, то, о чем мы и говорим, да, потому что все эти меры по, там, очищению, наведению порядка, ужеточению критериев, о которых мы сейчас говорим, которые, конечно, будут реализованы, да, если они не будут подхвачены профессиональным сообществом, то они просто придут к тому, что услуги писателей будут стоить дороже, да? Суб отдельно, а мухи отдельно. Значит, отдельно профессиональное сообщество, а отдельно администрация конкретных учреждений. Вот. Опять-таки я привожу пример тот же самый Ставропольский университет, который уже в явной ситуации, уже когда ВАГ принял решение, сказал, что претензий к преподавательской деятельности нет. А что тут нужно делать, Михаил Сергеевич? То есть приказывать об увознении, чтобы министерство потребовало? Давайте разделим чиновников и преподавателей. Значит, чиновник с липовой степенью, это позорно, и, так сказать, человек, который раз соврал, нет никаких оснований ему доверять дальше, но он, так сказать, разлагается в своей среде. А вот преподаватель с липовой степенью, вот это человек, который вот это знание действительно несет дальше. Согласили заранее, а что делать? Это раковый опухоль. Технически что делать? Технически делать следующее. Если преподаватель университета улечен в плагиате в собственных трудах, выгонять, решать профессию. Это должно быть прописано в законе или это как? Значит, в законе я не очень понимаю, как это прописать. Это действительно вопрос, так сказать, Игорь Евгеньевич правильно говорит, это вопрос сообщества. Но, тем не менее, не надо путать, я не знаю, когда депутата Бурматова выгонят, наконец, из Баумана, где он там, не в этой самой, из Плешки? Плеханова. Плеханова, да, из института Плеханова. Но тогда мы, так сказать, поймем, работает система или нет. А что касается научного сообщества и этих репутационных механизмов, они все-таки нуждаются в некоторой административной поддержке. Собственно, как и показывает пример вот с этой историей. До тех пор, пока политическая воля не была явлена, и конкретных персонажей степени не лишили, там можно было сколько угодно бухтеть. До тех пор, пока не заработала формальная машинка, никакое сообщество, так сказать, оно там своими репутациями обляпается. Это требовательность. Опять же, это ведь, опять же, так сказать, вот научное сообщество должно было ждать, пока эта машинка, как вы говорите, заработает, именно в силу того, что весь этот процесс находится в руках государства. Если бы, так как это принято во всем мире, так как это было в дореволюционной России, защита диссертаций, ответственность за диссертацию, все, что с этим связано, находилось бы в руках научного сообщества, если бы степень присваивала научное сообщество, университетская корпорация, то тогда, так сказать, она бы срапострировала студия, про которую говорит она. Даниловский совет сидел и пек эти диссертации. в хорошем, вообще говоря, университете. И, значит, мы дадим ему уже право точно так же. Ну, Александр, совершенно соглашаюсь, что, конечно, должны быть репутационные механизмы, конечно, организация должна отвечать. Но вот что мы реально имеем в виду, когда мы говорим, должен присуждать университет? Присуждает, а решение присуждения принимает и сейчас университет. Я скажу, нет. Во-первых, вы прекрасно знаете, что, что касается докторских диссертаций, это решение принимает ВАГ. Диссертационный совет только рекомендует присудить степень, как известно. По кандидатскому? Согласен, по кандидатскому, но все равно это решение диссертационного совета утверждает ВАГ. Правильно? ВАГ принимает решение о выдаче диплома. О выдаче диплома, да? Да, министерство. Совершенно верно. Министерство. Мы не будем делать вид, что это делается автоматически. Перед этим ВАГ отводится толстое дело, которое еще появляется. Это не делается автоматически. Но я считаю, что это все должно быть передано в руки научного сообщества, университет. И в научном сообществе это к вашему вопросу. Как вот произошло, что все знали, что вот это холли, а так сказать, и никто на это не реагировал. Да потому что в научном сообществе все прекрасно знают человека. Если вот, понимаете, ко мне приходит человек, который говорит, что он доктор исторических наук, но мне его имя ни о чем не говорит, и я никогда в жизни не встречал никаких его публикаций, то я знаю, что он может быть трижды доктором наук, но он никакого отношения к этому не имеет. Но он пойдет в другое место, там в уприму. Коллеги, вы извините великодушно. Еще раз, значит, вот модельная ситуация Даниловского совета в МПГУ. Вот то, что вы предлагаете, оно замечательно правильное. Давайте на эту ситуацию это перенесем. Все то же самое, только в АК нету. Кто бы отобрал эти степени? Вопрос же, Михаил Сергеевич, даже не в том, что этим людям, не только в том, что этим людям присуждали в степени, да, а в том, что другие организации их потом брали на работу. Кроме того, и кроме того, совет, который присудил степень, Вопрос, Михаил Сергеевич, сформулирован для ситуации, когда репутационные эффекты не работают. Совершенно верно. Тогда, вы совершенно правы, тогда они не работают. Не начали работать. Поэтому вопрос, на самом деле, чтобы они начали работать. Вот, значит, тот же самый совет может отобрать степень и отправить точно так же в министерство, и там точно так же это решение прийти. Мы вас осуществили, вы прочитали, Александр Михаилович. Вы знаете, я хочу предложить некие инструментальные решения, их обсуждать. Значит, вы среди этих гуманитарных диссертаций, про которые вы говорите, есть одна отрасль, которую я представляю. Педагогические науки. Безумное количество диссертаций. Поскольку я 40 лет, уже больше 40 лет работаю в образовании, могу вам сказать, что эта халтура в бесконечных количествах. Я в Академии неоднократно выступал и говорил о том, что этот поток приемов чиновников, члена Академии, с защищенными диссертациями, нужно прекратить. Это не имело действия. Коль скоро это не имело действия, я предлагаю конкретное решение в присутствии представителей министерств. Давайте для того, чтобы навести порядок, причем это ужасная вещь, потому что то, что разработки педагогические для образования сейчас нужны. Давайте наведем мораторий, года на два закроем все диссертационные советы по педагогике, и, может быть, какие-то особо хорошие работы допускать. И второе предложение, коль скоро Академия образования засорена, вот такими псевдокторами-членами, реорганизовать Академию. Если можно, я обращу внимание еще на ряд, что ли, смежных обстоятельств, которые порождают ситуацию. Ведь все это встроено не просто написание диссертации, приобретение степени. Это большой поток, который включает систему аспирантуры, который включает массу других академических воспроизводств, которые существуют в университете и прочее. И здесь ведь нам надо определяться, что мы хотим. С одной стороны, мы сейчас говорим все о качестве. Ну, совершенно справедливо. При этом у нас одновременно существует куча количественных показателей, которые стимулируют весь этот вал. У нас показатели остепененности, у нас показатели эффективности аспирантуры. У нас для того, чтобы ВУЗ получил аккредитацию, необходимо определенное количество аспирантов по отношению к определенному количеству студентов. У нас совет, который не защитил за год ни одной диссертации, будет тут же закрыт, потому что зачем нужен такой совет в нынешней системе, которая пока существует. Хотя, может быть, этот совет был честным, и он то, что ему приносили, отказывался рассматривать. Зачем нам часто стимулировать количество, при том, что мы получаем вот такое качество? Это очень совместный вопрос. Ну, поскольку вопрос в министерстве все-таки был задан, про советы, хотел бы ответить, что мы сейчас начали работу, и буквально на этой неделе у нас встречались рабочие группы по естественным наукам, по техническим, по гуманитарным. По гуманитарным согласился возглавить академик Чубарьян Александр Ганович, по естественным наукам академик Козлов, директор Штекловки. И по всем другим, собственно, областям будут созданы ближайшими заработками такие же рабочие группы, которые выработают критерии, критерии, по которым мы должны будем оценить качество не работы диссоветов, а качество, научный уровень тех, кто в эти диссоветы входит, научный уровень тех, кто должен входить в экспертные советы ВАГ. С педагогами-методистами. Безусловно, то же самое будет сделано, и на основании этой работы будет проведена оптимизация сети диссоветов. Соответственно, те диссоветы, которые не основаны на каком-то реальном научном уровне их членов, они будут, безусловно, закрыты. Вот мне еще, кажется, Александр Михайлович говорил о том, что оппоненты у нас фактически являются адвокатами, хотя это должны быть оппоненты в буквальном смысле слова. У нас утрачены такие еще идущие, они могут идти только от научного сообщества критерии, как значимость темы. Часто просто смотришь на формулировки, но это не тянет на кандидатскую, а это тем более не тянет на докторскую. Кто из вас в одном из интервью приводил в качестве примера темы «Елицкая гармония». Это мой пример. Я резко повысил скачиваемость этого периферата. Понимаете, напомните, секундочку, продолжай. Я, может быть, не совсем точно, но приблизительно это звучит так. Роль рояльной «Елицкой гармонии» в музыкальном образовании студентов колледжей. У нас иногда докторской темой объявляют то, что, в общем, тема дипломной работы, не более, и сам формат, и процедура. Вот мы в те советские времена писали в более свободной форме диссертацию, а теперь соискатель пишет сам про актуальность и новизну своей темы. Это, как правило, выглядит смехотворно. Кроме того, он разграничивает, согласно формату этому в диссертации в реферате, предмет и объект диссертации. Вот представьте, человек, который считает, что предмет и объект – это разные вещи. Это в любом металлическом пособии прописаны. Да, так же он считает, что разные вещи – цель и задача. Ну, конечно, Корнеев Иванович Чуковский писал о том, что бегемоты, гиппопотам – это совершенно разные вещи. Один царь, другой – аптекарь. Так? Но вот человек, который добровольно принимает вот эту бюрократическую процедуру и пишет про свою диссертацию вот эти пошлости, он уже что-то, по-моему, как ученый теряет. Так что сам… Эти пошлости идут от ВАГа, это все соответствующие каноны там. Я прошу прощения, мы сейчас идем далеко, я бы хотел вернуться опять-таки к проблемам репутационного сообщества. Вот Игорь Игоревич упомянул руководителя рабочей группы по гуманитарным наукам, по разработке новых правил и все прочее, академика Чубарьяна. Академик Чубарьян был председателем долгие годы того самого экспертного совета ВАГ, который штамповал диссертации Даниловского совета, а профессор Данилов у него был заместителем в этом экспертном совете опять-таки долгие годы. Пожалуйста, представителем научного сообщества историков. Александр Борисович, вы только… Это вот что вы лично собираетесь этим делать? Я бы не стал такие крепкие выражения использовать, но на мой взгляд проблема опять же не в этом. Потому что все, о чем Игорь Игоревич говорил, вот что, собственно говоря, будет. И что, собственно говоря, мы видим по всей этой истории. Мы видим, что все те административно-бюрократические меры, которые ВАГ на протяжении последних 10 лет предпринимал с придумыванием пресловутого ВАГовского списка журналов. И все те, которые министерство пытается предпринять сейчас, можно заранее сказать, что они очень сильно обогатят мошенников, которые занимаются изготовлением диссертации под ключ. Министерство сократит количество диссертационных советов. Защититься станет труднее. Правильно? Цены на изготовление диссертации, несомненно, вырастут. Александр Борисович, ну, послушайте, мы все-таки исходим из того, может быть, из наивной, да, но гипотезы о том, что в действительности, это к разговору о репутации, единственный способ успешности качества защиты – это доверить эти защиты настоящим ученым. Исходим из той, может быть, наивной гипотезы, что диссоветы, где работают настоящие ученые, не будут пропускать такие диссертации. Если это не так, да, если это не так, если даже выделение тех диссоветов, в которых работают, участвуют настоящие качественные ученые, если даже это не решит проблему, если даже после того, как мы осечем те диссоветы, где нет реального научного уровня, а таких диссоветов у нас много, если даже в этом случае там будет происходить коррупция, И уважаемые коллеги, заседающие в этих диссоветах, будут или сами в этом активно участвовать, или будут молчать, понимаете, и молча голосовать за эти диссертации. Ну, тогда, наверное, действительно у нас нет шанса эту ситуацию ставить. Игорь Игоревич, мне кажется, здесь надо продолжать это и продолжать, опять-таки, в сторону запуск коррептиционных механизмов. Потому что нынешняя рамка, о которой уже говорили, защита с предметом, объектом, со всем остальным, с тем диссоветом, который есть, и где собраны специалисты, которые часто ничего не знают о конкретной проблематике диссертации, потому что мы знаем, как формируется диссовет по разным специальностям и так далее. Это все и порождает тоже. Для этого надо менять и многие условия, и институции, которые есть. Потому что, опять же, мы смотрим на практику коллег во многих странах мира, когда собирается конкретный совершенно совет под конкретную диссертацию тех авторитетных экспертов, которые разбираются в этой проблеме. И состав совета, который защитил, те пять, да, это ведь следует за диссертацией почти на всю жизнь. С этой точки зрения, вот что мы сейчас имеем? Мы имеем совет, где собраны люди, действительно хорошие, может быть, но далеко не всегда понимающие в проблеме. При этом практически нигде не будет фигурировать их фамилии о том, что они одобрили именно эту диссертацию, но если только это не перейдет совсем в криминальные дела, с которых мы сегодня начинали. Поэтому вопрос репутационных механизмов, он глубже. Это не просто, на самом деле, отдать в руки хорошим ученым в рамках прежней рамки диссоветов. Безусловно. И в этом смысле, действительно, мы сейчас разрабатываем предложения, там ряд из них уже были озвучены Михаиловичем Филипповым, другие мы прорабатываем. Но в целом, мне кажется, исходим из того, что мы должны двигаться, безусловно, в сторону усиления репутационной ответственности. Это касается и прямых механизмов, в том числе дисциплинарной ответственности руководителей вузов за качество работы диссоветов. А система антиплагиат вообще возможна в этой ситуации? Мы говорим о том, что те коллеги, которые, те господа и дамы, которые отметились в таких вот защитах, да, защитах подобных тем, которые происходили с диссоветом ПГУ, они даже дисквалифицированы, просто они не должны в будущем допускаться к такой работе. Но, безусловно, мы говорим о том, что, собственно, это уже сейчас в положении защиты, что в рамках большого диссовета, да, может создаваться небольшой комитет для более внимательного рассмотрения диссертации. Мы планируем усилить это направление, сделать создание таким обязательным, и действительно прийти к тому, что эти пять человек, узких специалистов по данной теме, должны будут подписаны на диссертации. Но стратегически, опять же, из нашей дискуссии здесь не следует, что мы не согласны с той общей линией, о которой говорят и Александр Борисович и другие коллеги. Конечно, мы согласны, что в итоге именно организации, именно ВУЗ или научный институт должны отвечать за своей репутацией, за качество. И это возможно только в том случае, если их автономия в вопросе посуждения степеней будет увеличена. А есть же практика, что оппонируют диссертациям, уж докторским как минимум, люди, представляющие мировое научное сообщество, и там уже цена репутации еще становится выше. Это вообще технически возможно или нет? Практически нет. Сейчас у нас практически нет. Практически невозможно. Если есть несколько десятков тысяч докторов, то они не являются светом мирового сообщества и слишком много. Нет, речь о том, чтобы пригласить в качестве оппонента какого-то зарубежного коллегу. Нынешние правила этого нам не позволяют делать. Это, безусловно, будет изменено. И мы считаем, что, конечно, должны быть предприняты меры по расширению, по увеличению в том числе и международного сообщества по части соцзащиты. Вот тут обсуждались опять репутационные вещи. Репутационные вещи будут работать только если есть отлаженная машинка, которая государственная, я подсостояние на сейчас, которая это поддерживает. И опять-таки премьерская комиссия это показывает. И вот из простых технических вещей, которые действительно могли бы дать этому заработать, это очень правильно. Это вот хорошая формальная процедура, регламент рассмотрения апелляции в том же самом ВАГ. То есть нельзя будет написать, что сведения не подтвердились и поставить закорючку. А надо будет по каждому поводу апелляции дать обоснованный ответ. Эффективность действий научного сообщества резко повысится. Диссертационные советы здесь очень часто, и это касается и экспертного совета ВАГ, испытывают определенное давление со стороны, так сказать, каких-то административных, вышестоящих, скажем так, структур. И я не сомневаюсь в том, что значительная часть тех людей, которые, скажем, в Даниловском совете защищались, они защищались, так сказать, по звонку. Вот был звонок тому же господину Данилову, ему говорили, вот тебе там, вот надо его защитить. Мне известен случай, когда была защищена докторская диссертация высокопоставленным, так сказать, чиновникам с погонами из Министерства внутренних дел, отправлено черному оппоненту. Отзыв черного оппонента свидетельствовал о том, что это в чистом виде плагиат, то есть было показано, так сказать, вот кусок из диссертации, вот кусок из такой-то книги. Черный оппонент звучит почти как детективный. И так далее, да. На заседание экспертного совета пришел чиновник Министерства образования, это было, наверное, лет 6-7 назад, и в результате экспертный совет постановил, что, так сказать, признание факта плагиата – это не наша компетенция, это может сделать только суд, степень была... А какой был экспертный совет по истории? По истории. Если вам позвонят и попросят, вы отклоните или согласитесь? Нет, конечно, я не согласюсь. Тогда, может быть, есть возможность к каждому так сказать? Нет, может, по третьему, нет, этих первых лишений. Вы знаете, я вот в одном из интервью не так давно говорил о том, что вот в нашей, так сказать, научной среде есть такое понятие, которое всем известно. Вот говорят так, это вот совет управляемый, а это совет неуправляемый. Совет неуправляемый – это там, где голосуют по совести, в соответствии с качеством. Их голосуют не так. Понимаете? И когда председатель совета, вот я, так сказать, вот в трех диссертационных докторских советах работал, и работаю сейчас, и знаю, как это устроено. Понимаете? Я знаю, что вот те советы, в которых я работаю, они неуправляемы. Я ни разу не слышал, что вы председатель… Вы согласитесь работать в управляемом совете? Нет. Тогда, может быть, вот это и есть… Я знаю коллег, которые попав в управляемый совет, из него выходили сознательно. Ну, кстати, с Даниловским советом ситуация точно не такая, потому что, я прошу прощения, но кто звонил за доцента Ставропольского университета или за начальницу Замскуарецкой городской управы. Я думаю, что там найдутся люди. Найдутся люди. Дорогие коллеги, да, мы все время говорим от негатива о грязных технологиях в научном производстве, но немножко идеализма. Вообще-то наука по своей сути дело чистая, так? Я даже вспоминаю, как в трудные для гуманитарной науки годы все-таки были идеалы, были лидеры, так? Вот которых, мне кажется, сейчас не хватает. И когда, допустим, членом корреспондента по Академии наук становился Сергей Сергеевич Аверинцев, это была победа всего научного сообщества. Так же, как, наконец, академические лавры получали Гаспаров, Вячеслав Всеволодчеванов. Все-таки, конечно, должно идти, наверное, о движении по двум направлениям, да? Одно направление – это очищение сообщества и закрытие тех диссоветов, где нет никого на научном уровне, и это можно делать только опираясь на научное сообщество. И дальше, когда мы проведем эту работу, мы, конечно, должны идти в сторону расширения автономии вот этих вот настоящих ученых в присуждении степеней. Ваша идея понятна. Одно направление – это широкая гласность. Сейчас уже началась в интернете громкая читка диссертации. По многим диссертациям, которые защищены. Одновременно, между прочим, почему-то я давно не слыхал от ВАГа, что такая-то работа признана выдающейся. Вот наряду с таким мусором нужно действительно выделять работы, которые все-таки тоже существуют. Но все-таки это не задача ВАГа, мне кажется, опять же задача научного сообщества. Я вообще надеюсь, что у вас очень мало задач останется, потому что когда проснется научное сообщество, тогда вся схема будет совершенно другая. Да? Значит, пробуждаем научное сообщество. Сергей? Мне кажется, нельзя сводить проблему только к тому, чтобы побороть сворованные работы. Мне кажется, ни в коем случае нельзя сейчас остановиться и выстроить систему, где нельзя будет просто плагиат защищать. С этой точки зрения, действительно, это репутационные механизмы, но за этим должна тянуться ниточка изменений системы, связанной с подготовкой научных кадров. Изменения требований, параметров, прекращения вала и еще что очень важно. Нам надо думать над форматом диссертации, потому что у нас публикация результатов – это своя жизнь, а кирпич – это часто своя жизнь. На самом деле, в эпоху, когда доступны любые информационные источники и результаты опубликованы, в первую очередь, это предмет того, что обсуждает научное сообщество. Мне кажется, что, я бы так сказал, как литературный критик, я хочу читать интересные книги, так? То есть в литературе нам не хватает интересных книг. Точно так же в науке нам не хватает интересных работ, как ученый, я хочу читать интересные работы. Все, о чем я сегодня говорил, это вовсе не призыв к тому, чтобы с завтрашнего дня перейти резко, так сказать, всей страной на новую систему. Я за то, чтобы это был постепенный переход. И переход, так сказать, под контролем министерства, под контролем государственных органов на данной стадии он необходим. Но мне представляется, что надо делать в этом направлении конкретные шаги. И, в частности, я думаю, что министерство могло бы пойти на то, что, если хотите в порядке эксперимента, может быть, дать нескольким ведущим вузам хотя бы право, или, может быть, нескольким академическим институтам ведущим, вот это право самим присуждать степень без ВАКа. А другим академическим институтам высмеивать тех, кто позволяет себе некоторым политикам давать эту степень. Значит, Дмитрий Сергеевич. Вот это, по-моему, все, что было сказано, оно замечательно, но это такой вот идеализм чудесный. Из технических вещей, которые, мне кажется, надо быстро сделать, это действительно очень жесткий регламент апелляции. И у меня-то как раз есть точка зрения, что если процедура апелляции будет работать как часы, вот в таких простых очевидных случаях, то это на самом деле утянет за собой очень много диссертаций слабых, потому что совет, где защищаются фальшиваки, это обычный тот же самый совет, где защищаются просто слабые работы. Они довольно сильно пересекаются, я подозреваю. Идея о том, что совет, который в прошлом году защитил две фальшивых диссертации, закрывается навсегда, а его члены дисквалифицируются там на какое-то заметное количество времени, вот это, по-моему, на самом деле гораздо более действенный способ закрытия совета. И вещь, которую я вижу, что на самом деле в сообществе действительно есть желание разобраться. А дальше уже можно разбираться с повышением уровня вообще. Спасибо вам огромное за это. Я понимаю, что во время такой короткой дискуссии не то что ответов на всех вопросов не поставишь. Но тем не менее, мне кажется, начался очень важный процесс. Не посмотрим, чем закончится, но начался. Когда низовое давление государство отвечает не рыком и не отмахиванием, а встречным движением. Понятно, что это всегда конфликтные отношения, задачи разные, но только путь вот этот совместный, он может быть пройден. Спасибо. Увидимся со зрителями в понедельник на канале Компания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова